И мы возвращаемся с перерыва. Это все еще СГЛ ХС Кап номер 5. У нас игра от Гондураса и Ракиллера, и комментаторы по-прежнему все те же. Это я, Вершин Дмитрий, и... И Саша. Саша Красив Круглов. Просто Саша, да. Слушай, опять третья игра подряд уже, третий бан на этой фазе. Паладин опять. Никто не хочет против Паладина играть. Одного Паладина мы не видели. Ну, Паладин просто довольно стабильная колода, и он может хорошо сыграть, мне кажется, с абсолютно любым противником. Да, она так по курве идет приятно вообще очень. Ты в основном эффективно на каждом ходу свою ману расходуешь. Плюс этот СП за 6 ман, он просто жесть. Ну и легендарка Тарим новая вообще очень эффективная. То есть она всех превращает в третий своих и чужих. То есть ты можешь как больших вражеских существ в маленьких превратить, да, либо своих токенов 1-1, там Мурлоков 1-1 превратить в 3-3, да. Да, да вообще много очень сильных карт добавили Паладина. То есть этот гребистый Скакун, который 2 за 6 маны, он просто убивает агру любую за одну карту. Поэтому, ну, его очень сильно убивает САП. Ну, САПы сейчас не... САПы перестали, кстати, забегать. Ну ладно, давай по игре тут маленько. Что, пират вар и... И опять же какой-то, да, вот... Да, Гюнтермак. Гюнтермак. Я его почему-то так называю Бёрн всегда. Не суть. Ну, я думаю, понятно, в принципе. На раскопке, на контроль на таком. То есть, опять же, Лекстраза... То есть, кто-то идёт, кто-то играет Медива, кто-то не играет. Глупо. Хорошая рука у Мага, на самом деле. Да, у нас ранее агрессия будет сейчас легко очень справляться. Магу. Да, а вот у Бара не очень всё радужно. Ну, слушай, ну, Корсар хоть подобудится за одну ману, 3-3, 2... Ну, сейчас, на самом деле, всё решает топ-дэк какого-нибудь... Третьих ход. Бафа. Хорошо заделась. Бафа оружия. Да. Ну, смотри, второго хода нету. Пинк лицом. Да, ну, возможно, он поторопился с монетой. Ну, хотя... Это спорно, то есть, он пытался как-то... Пытался от агрессии, да? Ранее, но варкал не агрессирует. Получительно, что здесь надо ударяться и ставить кешу. Да. Больше агрессии по мане. Опять же, ты хочешь всё мануэр эффективно расходовать. Вот, и здесь только... Вот он, как раз медив появляется, здесь только ледяная. Ну, добор будет... Ты намного больше урона получишь, если ты сейчас выберешь добор. Ну, добор, конечно, не нужно сейчас играть. А вот фрозволт неплохой выбор. Ой-ой-ой-ой. Таб-дэк шикарный просто. Да, хороший таб-дэк очень. То есть, никакой спелл, если бы сейчас был у него просто смертельный удар на четвёртый, это было бы очень вообще слабо неприемлемо как-то для победы. А сейчас пока всё идёт к тому, что давит. Жалко, монетки нету. Просто темп у лакея остановить. Неплохой темп всё равно у мага, потому что он... Да, да, отбивать. Два фрозволта сыграли свою роль. Было бы круто получить ледяную преграду в этой ситуации, потому что пока что он очень много хп теряет, и вряд ли он уже сможет восстановить их. Смотри, глыба у лакея, да, в 3-3 опять же получает много урона, и смотри, он вскрывает на следующий ход. Углы будем, если он такой play сейчас выберет. Проблема сейчас таких контрольных магов в том, что убрали рено, а хила адекватного не подвезли. Как я был рад, когда рено убрали. Ну я наоборот. Я постоянно с ними боролся, будет ли рено на шестой или на пятой даже через монетку. Просто это единственный адекватный ответ на вот такие колоды. Да даже если контролишь стол, как мы видим, у тебя всё равно лицо кончается постоянно, и ты с этим ничего не можешь сделать. Вскрывать будем? Конечно. На единичке? Я думаю, оружие оставим, здесь удалимся пятерой, и смертельный удар, и кешей потом. Броню одеть, в принципе, против мага броню одеть на самом деле не очень плохо. Даже если ты пират. Это не важно. Тем более при таком раскладе, когда ты уже довел хп до одного, сказал одну глыбу. Ну. Думаю, на таком этапе мисплеев уже не должно быть. Думаю, что здесь маг, к сожалению, вряд ли сможет уже. Воу. Леро это странный выбор. Воу. Ну, 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 можно вскрыть, в принципе, по четвёрку, учитывая, что у него смертельный удар. Такой плей выбрал ларс, скрыть по пятеру. Сомнительный плей. Учитывая, что... Нет. Я бы понял, если бы он скрыл по четвёрку, на самом деле. Потому что, может, вторым секретом вдруг пойти стоп-дека какой-нибудь броня, типа, или ещё что-нибудь. И смертельный удар, как бы хотелось бы потом неплохо было бы его добить. Но оставлять пять хп, это очень странно. Ну что, сейчас три шанса есть. То есть, сейчас с добора добрать две карты, посмотреть, пришла ли одна из глыбы, либо потом ещё с петроглифа достать одну. Неинтересно. Как раз таки маны останутся. Наверное, даже начать нужно с петроглифа. Потому что ты можешь больше вариативности просто. Ты знаешь, что тебя спасает из колоды только Айс Армор, например. Ну, и то не особо. Да. Айс Блок по сути ничего не делает. То есть, это сейчас одна из девятнадцати карт, грубо говоря, либо тут из трёх может одна попасть тут. Айс Блок. Ну, Айс Блок, он только откладывает на потом неизбежное на самом-то деле. Если сейчас, как он вскроет. Ну, сейчас уже сложно будет плохо вскрыть, потому что у тебя оружие на четыре бьёт. Мне кажется, он всё-таки умудрится плохо. Ну, это странно опять. Очень странно. То, что он вскрывает не под один. То есть, сейчас какой-нибудь флеймстрайк. Если бы у него не было Мортал Страйка. Да, если бы сейчас у него был одет секрет, допустим, на броню, и его сейчас вот флеймстрайком, да, он бы как-то выживал уже. Ну, скорее всего, Магда с флеймстрайком проиграет игру, мне кажется. Но флеймстрайк выглядит лучше всего. На оружие уже на четыре, да? Да, можно понадеяться на то, что ничего не будет урона. Это самый лучший. Как тебе вскрытие двойник? Ну, сомнительные были вскрытия, и тем не менее... Как-то объяснить это можно? То есть, что он против ледяной играл, и то там, и какая вокруг этой игры. Убивает не стоп-дека. Мне кажется, что нужно убивать стоп-дека в таких ситуациях, чтобы показывать зрителям, что ты стоп-деку летал. Но это опять же на морали. Опытный игрок в АС, и тут знает, как тильтовать. Ты должен играть... Как заводить в тильт. Да, да, ты должен заводить в тильт оппонента. Ты должен показывать, что ты стоп-декнул именно летал. И еще при БМе, ну, надо обязательно поздороваться в самом последнем секунду. Нет, поздороваться не надо. Это все лишнее. То есть, ты не должен БМить, но леталишь, ты стоп-деку. Ты не БМить, да, никогда? Нет, никогда почти. Но если только меня БМят. То, когда тебя за БМит, у тебя появляется больше мотивации выиграть, что потом в ответ за БМить? Да, ты знаешь, никак не влияет на мотивацию. Обычно БМят, редко, короче, БМят вообще. То есть, я редко сталкиваюсь. Только какие-нибудь спомоечки там, ребята, поэтому... Окей, ждем начала следующей игры. Ну, вот убивать стоп-дек, я считаю, это хорошее именно... Взять на заметку можно. Наши тут ребята сейчас не спомоечки уже. Ну да, сейчас уже высококлассные игроки в Харстоун. Все-таки это киберспортивная дисциплина, и я считаю, что до высокой стадии турнира уже случайно человек не может пройти. Ну, конечно, он уже где-то 4 матча отыграл. Да, он уже доказал свое умение, уже показал скил. Вдруг он там 3 из 3 прошел по техлузам каким-нибудь. Вряд ли, конечно. Такой в полуфинале такой, оп, и достает там какого-нибудь... Я даже не знаю, какую-нибудь колоду секретную, типа Фейсханта там на ловушках из 2005 года. Ладно. 2015-го, ну, хотел сказать. Ну что, Мирор? Не суть. Да, Мирор. Колоды одинаковые. Ну, возможно, скорее всего, одинаковые. Знаем, что у Гандераса есть Медив. Ну, тут надо мулиганиться. Ну, Таллас мне очень нравится. Сейчас посмотрим новую анимацию. А я еще не видел, кстати. Ну, по сравнению со Смертокрылым, она не такая топ, как Смертокрыл. Смертокрыл просто шедеврален. Просто все в такой агонии превращают на столе. Ну, и здесь есть Медив. Да, вот это карта победы. То есть, сейчас Эркиллер заходит в Медив, и это решает очень многое в этом матчапе. Ой-ой-ой-ой, да ты что? Эта карта, конечно. Ну, он знает. Самое обидное, что он знает. Игроки, насколько я знаю, они видят колоды до матча, поэтому... Нет, ну... Пожаритель секретов не так хорошо. Он не мог... Зайдет. Не мог подстроить пожаритель секретов, то есть не выкладывают уже как бы... Нет, это понятно, да. Да, я имею в виду, что противник знает обожаритель секретов. И... На сегодня он нас сможет удивить, даже если ты знаешь, что она есть. Да, да, да. Решит здесь не обожаритель секретов, а то, что у Эркиллер сейчас фактически есть все для победы. Вот та карта, которая зашла, которая в принципе против одного из девяти классов, то есть ты не можешь как-то ожидать ханта, да, там, с секретом. В принципе, это вообще шикарно, что он попал против Магда, я вот так думаю, что... Два секрета сейчас есть, и что, и 4-6, да, он будет за 4 маны, плюс два секрета съел. Это тонный вэлью, думаю. Ну, тонный вэлью, но... Это не имело бы никакой роли, если бы у него не было в руках Медива и Эрикстрад. Смотри, полнорука. Очень сложно сейчас будет выиграть Гондорасу. Сейчас ему нужно без Эрикстрады раздавить оппонента и снять ему айсблоки. Ну, смотри, пока ответа надо искать. По два пифиглифа. Один, по крайней мере, точно. Ну, один точно. Фрестболт. Фрестболт и надо. Нет, фаерболт. Естественно. Можно даже его сейчас кинуть. Ну что, отдать его в Монозмея? Я думаю, да. Почему бы и нет? Очень страшно его выиграть. У тебя полная контрольная ситуация. У тебя полная рука карт. Есть карты, которые необходимы для победы в этом матчапе. Ты убил два секрета оппоненту. И если ты сейчас кидаешь фаерболт, то фактически ты сохраняешь себе лицо. И вообще не оставляешь аутов другому магу. Ну, вот так вот, убрал. То есть ты уже обгоняешь его. На один ход, потому что у тебя есть плюс один ледяная глыба. Охо-хо-хо-хо. Очень близко к Леталу подбирается Гондурас. И что? Будет он здесь секрет играть или в Йолу пойдет? Мне кажется, нужно давать фрестболт лицо и пинговать. Да, пинг нельзя пропускать. Аликстраза, да Аликстраза уже дело не дает. Нужно топить все в лицо. Аликстраза отпадает, секрет весь полезный. А сейчас есть возможность разогнать эту единичку. Ну, вот так вот, выбрал. Игра не оставляет уже выбора фактически Гондурасу. Он уже видит то, что... Ситуация плохая. По картам он отстал. Пока не особо видит, если честно, мне кажется. Нет, но он давит. Он давит. Ах, если бы она сейчас с провокацией была каким-нибудь образом. Она, кстати, даже если у тебя будет два существа, не будет никогда с провокацией, потому что это все-таки боевой клич. Он не срабатывает с портала. Он бы уже был близок к Леталу, кстати, если бы на прошлый ход дал фрестболт. Да, конечно. Сейчас бы уже у него был Ванов. То есть плюс четыре урона как раз. И он сейчас мог закинуть... У него бы сейчас было десять, получается, да? Да, у него был Баванов. И что, он сейчас выбирает. Ты видишь, это получилось медленнее, слабее. И... Получилось, что он потерял урон. К сожалению. Для него. И получается то, что он не может скрыть айсблок на следующий ход. Пока. Ну, судя по тому, что у него в руках. Да. Он никак не может скрыть айсблок. Ну что? Арханова, Клакей. Броня. Клакеем забираем, бьем по лицу. Рухом. Полная рука, просто на все ответы есть. Олег сразу нас гинет, если даже откроется. У нас ловушка. Ой, что я говорю себе? Я уже вспомнил про Ханта, сразу ловушки. Клопу пришли. Ну что, если скрывать, то как бы еще... Более-менее, потому что второй-то глыбы нет пока. Ну и Элекстрад очень вплотный. Вот сейчас этот будет идеально. Новый спелл за две маны, которые Лема оплодит. Он был бы очень хорош. Гейзер. Да, гейзер. Помню, что-то с Капо Прайд связано, но что конкретно нет. Точно гейзер. И сейчас... Спокойно Медиву можно даже. Можно спокойно ставить Медива. Он очень сильный буст даст, просто невероятный. Но хочет ответа хоть какие-то хиллые достать. Ну хилл-то он вряд ли. А-а-а, вторая преграда... Такое... Можно взять... У него же сейчас висит этот... Айс-блок. Можно взять преграду, всем ударить в лицо и пингнуть в лицо на дурака. Но пингнуть в лицо это слишком явно. Этого поставить. Локей Медива в лицо. И дать преграду. Ну типа такая замануха на дурака. Иногда все равно попадается. Даже в ладере. Вдруг бы он ему подарил плюс 8 хп. И все было всем шоколадно. Просто сейчас он повесил эту преграду и она не сыграет никогда. Потому что больше существ просто не появится. Ну что, будет сейчас ему вскрывать? Да, нашел он... У него одной маной офф. Не хватает у него. Тот ход, когда он надел броню. Вместо того, чтобы... Ну... Фростболт пинга сделать. Кстати, он бы мог выиграть, да? Он бы выигрывал игру. А сейчас уже можно было в лицо противнику. Он бы сразу выигрывал, если бы это выигрывал. Потому что у него только одна глыба была. Ну, скорее всего, выигрывал бы. Сейчас можно было Олег сразу оппоненту в лицо кинуть. Но так и так летал будет. Поэтому тут не важно абсолютно. И не увидим мы Таунаса? Или увидим все-таки? Поставь Таунаса, пожалуйста. Я переживу. Ну, там как бы ничего такого нет серьезного. Что ты пропускаешь. Сейчас ни одного бедного плея уже нету у Гондураса. Как бы он куда ни кинул, какой спелл он все равно проигрывал. Не на этот ход, так на следующий. Летал? Да. Очень оверкил. 50 летал. Тут оверкил на 4, по-моему, до 4. 50 летал. 60 уровень добил магом. Заодно. Заодно, да. Приятный бонус. Двух зайцев одним выстрелом убил. Поучаствовал в турнире. И героя прокачал. Очень удачно заехал сегодня. Слушай, а там за 60 уровень, по-моему, какая-то плюшка идет. Ну, типа, какие-то карты. Япнул 60 левел на ЗБТ. Такая же история. Поэтому я уже не помню, что она дается. Какая-то стандартная карта. Ну, одерживает победу. 2-0 у нас. Слушай, 2-0 у Киллера. Уверенно. Да, законодел. Уверенно и неплохо было сыграно. Придраться-то вроде как и не к чему. Гондурас неплохо давление показал на магии, но не хватило ему. Чуть-чуть у него смелости не хватило, мне кажется, даже. И то, что он доставал с Петроглифа, по-моему, 2х2, 2 ненужные такие стуки. Ну, это бывает, да. А, сначала с Криги, а потом Петроглиф. Это уже 10-е. И три хода просто. Ну, просто немного не хватило уверенности, чтобы додавить оппонента. Что, уходим на перерыв. Увидимся с Аркеллером в полуфинале уже, я думаю.